АТВХСАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ АТВХСАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ АТВХСАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ Царь промолвил. Ты знаешь, что и польза, и вред, и великая, и малая происходят лишь по воле судьбы и Божьего соизволения, что в сотворении и рождении, жизни и смерти, гибели и исчезновении нет вины, ни заслуги тех, кто смертен. Поэтому на моем сыне нет никакой вины в смерти твоего птенца, а тебя нельзя наказывать за то, что царевич лишился глаза. И то, и другое было предопределено предвечным, и никто из нас не был причиной великого несчастья, не спосланного нам свыше. Ты прав. Судьба и рок правят миром, промолвила Фанза. Но разве может это помешать благоразумному и рассудительному сторониться беды и остерегаться опасности? Можно верить в судьбу и предопределение, и вместе с тем быть осторожным и предусмотрительным, и надеяться на собственные силы. Я знаю, ты говоришь вовсе не то, что чувствуешь, ведь произошло между нами великое дело. Царевич погубил мое дитя, а я вырвала глаз у твоего сына, и ты хотел бы утолить жажду мести, убив меня и лишив жизни. Но ни одна живая душа не желает смерти. Издавна говорили, бедность – несчастье, печаль – несчастье, близость врага – несчастье, недуг – несчастье, старость – несчастье, а смерть – это вершина всех несчастья. Никто не узнает, что творится в душе страдальца, пораженного утраты, пока не испытает подобного. Я знаю, что у тебя в душе, ибо чувствую то же, и нам не следует больше быть вместе. Ведь едва ты вспомнишь, что я сделала с твоим сыном, как происполнишься ко мне жгучей ненавистью. А я, вспомнив, как царевич убил моего единственного птенчика, вновь испытаю неукротимую злобу. Царь воскликнул. Злонравен тот, кто не в силах отрешиться от ненависти, оставить и предать забвению ее, чтобы она навсегда изгладилась из памяти и из сердца. И Фанза на это ответила. Кто страдает язвами на стопе и вынужден долго ходить пешком, неминуемо разбередит свои язвы. Кто мучается воспалением глаз и должен стоять лицом к ветру, засорит глаза, и воспаление увеличится. Кто отомстил врагу и вступает с ним в общение, бередит его ненависть и подвергает себя смертельной опасности. Всякий, живущий в этом мире, должен избегать беды, способной погубить его, поступать сообразно обстоятельствам, быть предусмотрительным, не надеясь на свою силу, и не обольщаться обещаниями тех, на кого нельзя положиться. Горделивый и самоуверенный неминуемо ступит на опасный путь и ввергнет себя в пучины гибели. Он уподобится обжоре, погибшему от того, что не рассчитал своих сил и съел больше того, что смогла вместить его утроба. Ведь если разинишь рот на слишком большой кусок, можешь подавиться и умереть. А кто поверит речам своего врага, будет ими обольщен, обманут и ослеплен, станет сам себе злейшим врагом. Нечего ссылаться на неотвратимую судьбу, которая неизвестно что принесет. Следует действовать решительно и рассчитывать только на себя, не доверяясь ни ближнему, ни дальнему, ни врагу, ни другу. Ибо разумный никому не веряет в свою жизнь, пока может обойтись без помощи и поддержки. Он никогда не согласится жить в постоянном страхе и найдет какой-нибудь выход. Предо мною множество дорог, и я надеюсь, что изберу себе путь, что будет мне ко благу, ибо я обладаю пятью свойствами, которые пригодятся всюду. Скрашивают одиночество на чужбине, делают невозможное доступным, помогают приобрести друзей и богатство. Первое из этих свойств – миролюбие и доброжелательность. Второе – вежливость и воспитанность. Третье – прямота и доверчивость. Четвертое – благородство нрава. И пятое – честность во всех поступках. Когда опасаешься за свою жизнь, то оставляешь без сожаления богатство, семью, детей и родные земли. Ибо всему этому можно найти замену, но не найти замены лишь собственной жизни. Богатство часто не приносит пользы, ибо побуждает к скупости. Среди жен немало таких, что ссорятся с мужем, дети бывают непокорны и неблагодарны. Друзья же часто изменяют в беде. А худшая из бед – жестокий и неправедный царь, которого боятся честный и невиновный. Правитель, не заботящийся о благе своих подданных и приближенных, владеющий худшие страны. Ибо в ней не может быть ни процветания, ни мира и спокойства. «О, царь, я не могу быть спокойна и уверена в своей безопасности, пока нахожусь рядом с тобой». И попрощавшись с царем, птица Фанца оставила его и улетела. Вот притча о мстителях, которые должны опасаться друг друга. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!